Так, здорово, ребят! Кто-то недавно спросил, как ты, Димон, записываешь в звук своих видео, как ты пишешь голос, как ты пишешь закадровый текст, хотя закадровый текст я особо не пишу. Кому-то, видать, понравилось в моих видосах, как выглядит, как слышится звук, хотя на самом деле я не считаю в моих видео звук, там, идеальным или профессиональным, или каким-то еще, потому что я его не обрабатываю абсолютно, максимум, что я делаю, это накидываю компрессор, а так, все, что я делаю, это я, если я пишу на камеру, то я пишу в микрофон Роде, вот он он, он от меня на таком расстоянии, как видишь, я даже перестал запариваться, что-то... Прятать его, раньше он у меня был над головой, висел на стойке, да, на той же самой, сейчас я уже не парюсь, он у меня в кадре, и, короче, если я пишусь в камеру, я записываюсь на камерный микрофон Роде, если я делаю скриншот экрана и рассказываю про монтаж, то я записываюсь непосредственно в рекордер Zoom H5, как видишь, сейчас он у меня включен в ноутбук через USB, через все вот эти возможные переходники, и сейчас я буду рассказывать, как записать при помощи рекордера прямо в Final Cut, в монтажку, свой качественный, красивый, бархатный баритон, надеюсь, тебе будет интересно, а самое главное полезно. При записи в рекордер немного пару слов про него, это Zoom H5, это рекордер, я его покупал еще 100 лет назад, когда думал, что я буду почему-то снимать свадьбы, свадьбы снимать так и не начал, снял парочку, на свадьбах он мне пригодился, с него можно снять звук с пульта диджейского и качественно записать весь звук с микрофонов, которые присутствуют на банкете, обычно это 2 или 3, это тестующий там какой-нибудь и ведущая. В остальных моментах он мне пригодился непосредственно как диктофон для записи голоса, либо как рекордер для записи на интервью сюда, полосного, многоканального интервью. Звук чистый, хороший, компрессированный, мне очень нравится, возможно и поэтому кому-то понравился мой звук в последних видео, потому что в последних видео я держу его вот так и рассказываю, потому что я, как уже сказал, все меньше и меньше запариваюсь над качеством картинки и все такое, хотя тем не менее шторку ставить не перестаю. При записи в рекордер скриншота экрана я использую очень крутое приложение, это Movavi Video Suite 22 версия или как-то там 22, это последняя версия, это короче супер программа на самом деле, она умеет делать абсолютно все, просто все, что связано с работой захвата экрана, схватом звука, с том, что она подсвечивает какие-то горячие клавиши автоматически, подсвечивает твою мышку. Короче, этот полноценный комбайн, мало того, что она делает все, что я перечислил, так она еще и может монтировать, конвертировать видео в разные всякие форматы, записывать одновременно звук с внешнего устройства и еще и с веб-камеры записывать изображение. Короче, для вот каких-то там самозаписываний, записывания экрана, это очень крутое приложение. Так и так, ладно, все настроили и в общем тема сегодняшнего урока, сегодняшнего видео, это запись закадрового голоса. Кому-то может показать, что закадровый голос нужно писать в какой-то там студии, с кучей оборудования, там поролонные стены, профессиональные программы, там какие-нибудь OutDop, Audition, Pro Tools, Loops какой-нибудь там, Fruit Loops. Хочу успокоить и рассказать, что в нашу монтажку Final Cut, если ты не знал, можно записывать звук непосредственно прямо в проект. Это суперудобно, суперлегко, суперпросто и делается буквально в два клика. Итак, поехали, возможно тебе понадобятся наушники, может быть и нет. Если ты хочешь мониторить звук, наушники тебе нужны, если ты доверяешь программе, то наушники тебе в принципе не нужны. Итак, Final Cut вот здесь в окне Windows, либо если ты запоминаешь горячие клавиши, это Command, Option 8, появляется вот такой рекорд Voice Cover. Если ты горячие клавиши по каким-то причинам не хочешь запоминать, то он находится в окне Windows, Record, Voice Cover. Открывается вот такая панелька, такая плашка. Помимо большой красной кнопки мы видим уровень измерения нашего голоса, это шкала, которая показывает нам, перегружен наш голос или не перегружен. И вот этот флажок, Input Gain, мы можем регулировать здесь гейн поступающего внутрь монтажки сигнала. То есть если он на 12 максимально перегружен, вот видишь, да, уже появляется красная полоска. Если он здесь, то минимально. То есть я отстраиваю здесь на рекордере, здесь я практически никогда не трогаю. У меня здесь примерно всегда она идет на шестерочке, на пятерочке. Я оставляю. Дальше у нас идет name, название дорожки, какой-нибудь там закадр, панов, если это вдруг я записываю какой-нибудь голос. Дальше из настроек у нас здесь можно, вот если все вот так свернуто, развернуть. Это мониторинг звука, уже который поступает непосредственно в монтажку. Первое, что мы видим здесь в выпадающем звуке, нам он предлагает, через что будем записываться. В данном случае у меня стоит MacBook микрофон, который находится в самом ноутбуке, что не очень круто. Скорее всего вы поймаете кучу эхо с комнаты, поэтому вот так записываться не нужно. И он автоматически определяет. Рекордер H5 я ставлю моно channel 1. И у нас все, ты видишь, да, сразу же звук подупал немножко, потому что гейн у меня стоит ниже. Выбираем рекордер H5 и монитор звука on или off. Дальше мы видим гейн, который у нас сейчас выключен, да, видишь, мы не можем его повернуть. Это у нас уровень звука, который поступает, который ты мониторишь, если ты мониторишь через наушники. Для этого нужно включить on и здесь настроить гейн. Дальше ты можешь отключить звук проекта, который у тебя будет проигрываться. Допустим, у меня в проекте, да, здесь куча всего идет. Какой-то закадровый голос уже есть, какая-то музыка. Я могу его приглушить. На самом деле это лучше делать так, для того, чтобы при записи своего голоса не отвлекаться на какие-то посторонние шумы в проекте. Хотя в некоторых случаях это может быть полезно и мониторить звук в проекте полезно. Если, например, подстраиваешься под какую-то мелодию, свой голос, да, тембр. Дальше ты можешь выбрать ивент, в котором у тебя сохранится твой записанный дикторский голос и присвоить ему какую-либо роль. Из предлагаемых это зеленая, бирюзовая и синяя, либо выбрать какую-то роль другую. Я уже в предыдущем видео показывал, как добавить новую роль. Я добавляю другой цвет, чтобы он выделялся на таймлинии. У меня это по умолчанию следующий оранжевый и подписываю его как-нибудь там за кадр, например, да. Также из классных фич, которые я не сказал, поставить здесь галочку, оставить ее включенную. Это Creative, Audition, Frontex. Это если ты записываешь несколько дублей, ты можешь потом какой-то из дублей выбрать. То есть он не создает тебе кучу разных дорожек, он создает тебе одну сплошную аудиодорожку, в которой будет возможность выбрать ту или иную дорожку из предлагаемых дублей своего голоса. Показываю, как это работает на практике. Итак, мы решили записать голос, подвигаем к себе рекордер. Итак, сейчас это первый дубль записи закадрового голоса через рекордер, непосредственно прямо в монтажную программу. А вот это у нас погнал второй сразу же дубль. Нужно скиммером не двигать, сразу же после него ошибануть второй дубль. И это второй дубль закадрового голоса. Окей, окей. Итак, как ты видишь, у нас на дорожке образовалась вот такая штуковина, вот такой флажок. И здесь, давай-ка запишем еще третий дубль. Третий дубль нашего закадрового голоса, для того, чтобы посмотреть, как он будет выглядеть и сравнить его с двумя первыми. Как видишь, у нас образовалась одна дорожка. Одна дороженька у нас образовалась, которая имеет в себе несколько дублей. Для того, чтобы их отобразить, жмем вот сюда. И здесь мы можем выбирать один из дублей. Более того, мы можем прямо здесь прослушать его, нажимая на пробел, да, стрелочками вправо-влево листать наши дубли. Можем его продублировать, либо сказать, да он окей, и выбираем третий дубль. Это очень удобно, так как ты можешь записывать-записывать дубли сколько угодно много. При этом у тебя на тайм-линии не плодится дубли, вот эти дорожки многоэтажки, они у тебя аккуратно сложены вот в такой вот папочке, штучке, где ты выбираешь себе нужный тебе дубль и дальше с ним работаешь. Причем, что у тебя он сохраняется, видишь, ты как бы можешь с ним делать какие-то манипуляции и каждый раз вернуться к нему снова и просмотреть какой-то другой дубль. Это очень удобно, конечно. Нажимаем down ok. Дальше после того, как ты записал свой закадровый прекрасный бархатный баритон, свой голос, и ты несколько сделал дублей, ты хочешь посмотреть, где у тебя хранятся они, потому что фактически файл-то записывается. Это здесь в монтажке он предлагает тебе несколько дублей, но каждый дубль у тебя будет храниться на компе в проекте, в твоем. Чтобы посмотреть, где он хранится, нажимаем command shift R, естественно, нажав на него, и ты видишь, что он показывает нам папку, где каждый дубль с наименованием у нас сохранился. И здесь в дальнейшем мы можем его как-то применить, либо выбрать, либо заменить. Короче, физически он будет храниться здесь. Нажимаем command вверх, где это находится, original media, media в all source, в ивенте и в нашем проекте, который у нас сохранится на жестком диске, внутреннем или внешнем, где ты там ссылаешься, где у тебя хранится твои проекты. Подводя итоги, я хочу сказать, что вот таким способом можно записывать абсолютно в любых местах закадровый голос. Рекордер – это очень крутая вещь, где регулируя гейн, ты можешь отсекать посторонние шумы, и чем ближе находиться тогда к источнику звука, тем у тебя будет качественно записан голос относительно шумов. То есть это фактически переносная студия звукозаписи. Тебе не нужно создавать какие-то невероятные условия вокруг для того, чтобы записать твой голос. Поэтому вот используй это, если ты часто пишешь какие-то закадровые свои синхроны, свой голос, что-то озвучиваешь. Ну а на этом все. Быстрого тебе монтажа, хороших тебе кадров, разумеется, как всегда. Больше монтируй, больше снимай. А на этом все. Пока.